Лидерами крупных преступных группировок могут быть не только мужчины, но и женщины. На первый взгляд это кажется невероятным, однако подобных примеров довольно много. Привет, вы на канале НСК Шоу, и это 5 самых опасных женщин-лидеров преступных группировок. Клаудио Ачоа Феликс Клаудио Ачоа Феликс широко известна в определенных кругах как Ким Кардашьян организованной преступности. Такое прозвище она получила благодаря своему образу, которому она следует в Инстаграм. В 2014 году некоторые СМИ сообщили о том, что она стала новым главой мексиканской банды Лос-Антракс, которая была замешана в массе бесчеловечных преступлений. Феликс получил этот пост после того, как ее бойфренд, глава этой группировки, был арестован. Мария Личарди Мария Личарди родилась 24 марта 1951 года. Мария – бывшая глава клана Личарди, обосновавшегося к северу от Неаполя. До ее появления это семейство никогда не было связано с индустрией борделей. Мария же ввела новый источник доходов. Члены ее банды покупали несовершеннолетних девушек у албанской мафии по цене 2000 долларов. Девушкам обещали работу в другой стране, на что они с радостью соглашались, надеясь избавиться от бедности, которая окружала их на родине. По прибытии в Неаполь девушки оказывались в настоящем рабстве, где их принуждали оказывать услуги. Всех, кто не подходил для этого, попросту убивали. Мария Личарди была арестована в 2001 году и по сей день остается за решеткой. Мария Леон вела довольно насыщенную преступную жизнь, даже будучи матерью 13 детей. Мария была главарем банды, занимающейся перевозкой наркотиков, заказными убийствами и торговлей людьми. Помимо прочего, она заручилась поддержкой мексиканской мафии, что тут же придало ей статус самого опасного гангстера Лос-Анджелеса. В 2008 году ее сын Денни погиб в перестрелке с полицейскими. Мария узнала об этом, будучи в бегах в Мексике, и решила приехать на похороны сына. Поскольку ей был запрещен въезд на территорию США, она договорилась о том, чтобы ее доставили туда одним из нелегальных маршрутов. Но на тот момент члены ее банды уже находились под наблюдением полиции, так что арестовать ее и нескольких других членов не составило труда. Розетта Кутолло Розетта Кутолло, родившаяся в 1937 году, известна в качестве сестры знаменитого преступника и бывшего главы банды Нова Камора, Рафаэля Кутолло. Поскольку ее брат провел большую часть времени за решеткой, она была единственным человеком, кому он мог передавать дальнейшие инструкции по управлению его бизнесом. Спустя некоторое время она стала фактическим боссом его банды. В качестве своей резиденции Розетта избрала дворец 16 века, вмещающий в себя 365 номеров, теннисные корты и бассейн. В начале 80-х, повинуясь порыву чувств, она приказала взорвать полицейский участок. Это вылилось в последующий разгром ее замка, а сама женщина провела последующие 10 лет в бегах. В 1993-м она сдалась полиции, мотивируя это тем, что ей надоело бегать. Анна Гристина В сентябре 2012 года заголовки почти всех крупных СМИ пестрели именем Анны Гристины, когда та была арестована в качестве главы организованной преступной группировки, которая занималась торговлей людьми. Во время судебного разбирательства она пыталась отрицать свою вину, заявляя, что руководила лишь службой знакомств, а вовсе не борделем. Затем в рамках программы по признанию вины все же дала показания. Она была приговорена к шести месяцам лишения свободы и пяти годам испытательного срока. Как оказалось, за все время ей удалось заработать более 10 миллионов долларов. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценить видео и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok